Вот ты для всех такой красивый, такой замечательный, такой неповторимый, но по какой-то странной, непонятной для тебя причине, она вообще никак не отвечает тебе взаимностью. И чего ты только для неё не делал, как только не старался понравиться, и цветы дарил, может не дарил, и в кафе водил, и старался быть полезным, может быть что-то другое делал, может наоборот чего-то не делал, но всё без толку, и как же так? В общем, сегодня поговорим о том, что же делать, если девушка, которая тебе нравится, не отвечает взаимностью, как с этим быть, а это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. А начнём мы с того, что скорее всего, самый красивый, самый привлекательный ты только для своей мамы, но не для всех остальных. Ну, может быть ещё там для парочки друзей, вернее, может быть для парочки подруг, ну и скорее всего для себя любимого, хотя некоторые наоборот, считают себя не очень привлекательными почему-то, что тоже не совсем правильно, но при этом довольно часто влюбляются в каких-то женщин там за облаченной красоты, и им друзья говорят, слушай, нет, она не твоего уровня, человек такой, нет, а мне нужна только она. На самом деле и то, и то полная фигня. Ну, первое, даже если ты считаешь себя не самым привлекательным человеком, а таким тебя считает только твоя мама, то это не значит, что ты должен там встречаться и жениться на девушке, и это нужно сделать просто потому, что надо, и мама говорит, где внуки. Нет, так делать не надо. С другой стороны, если ты нашёл девушку, и она говорит, нет, мы с тобой не можем быть вместе, ты такой, нет, я её добьюсь, как многие, ты должен добиться женщины. И вот это вот, мне нужна только она, это тоже полная фигня. Почему? Потому что, блин, это всего лишь иллюзия на самом деле. Скорее всего, если ты будешь тратить ресурсы, силы свои на эту женщину, то ты просто потеряешь кучу времени, и ничего не добьёшься. Поэтому, наверное, самым простым ответом на вопрос, что делать, если не отвечать взаимностью, будет забить и найти другую. А вот эти вот, ой, я бедный, несчастный, она мне не ответила, я ей написал столько сообщений, она промолчала, да я же её в кафе водил, а она теперь не отвечает мне всё равно, а я её вчера видел с другим, она пошла гулять. Хватит, блин, ныть. В конце концов, мужик ты или где? Ну, у нас почему-то в обществе считается, что если ты мужик, то ты должен добиваться, ты должен идти к своей цели, ты должен никогда не отступать, не сдаваться. На самом деле, сдаваться можно, сдаваться нужно, если ты понимаешь, что цель, которую ты преследуешь, она на самом деле не твоя, она какая-то иллюзорная. Зачем вам преследовать иллюзорную цель? Скорее всего, если вы представили, что эта девушка ваш какой-то идеал, то это только в вашей голове она идеал. В реальности она обычная, и таких очень много. Но на самом деле, я понимаю, что переубедить никого не получится, и люди будут продолжать набивать шишки. Где-то недавно читал, что если вы услышали какой-то очень ценный совет, лучшее, что вы сможете с ним делать, это просто забыть. Потому что этот совет может пригодиться только тому, кто его дает. Ну, то есть, основываясь на его личном опыте, основываясь на его убеждениях, он ему как бы пригодится. Накладывая на ваши какие-то убеждения и установки, этот совет становится совершенно бесполезным. Так что все окружающие, что бы вам не советовали, вы не будете к этому прислушиваться. Это понятно, это очевидно. Но хотя бы стоит разобрать некоторые ошибки, которые вы, скорее всего, совершите, и которые не нужно совершать. Что мы обычно делаем, если человек нам нравится? Мы стараемся сделать все для него. То есть, не знаю, эту девушку мы можем пригласить в ресторан. Мы можем там, не знаю, встречать ее там с подъездом у цветов. Можем попросить все решить ее проблемы какие-то. Самое главное еще заботу какую-то стараемся проявлять. Там, Мариночка, у тебя что, насморк? Мариночка, ты сегодня выспалась? Мариночка, ты покушала? Но вот давайте вспомним. Скажем так, влюблены вы в свою Наташу. И вам кажется, что вот эта вот проявляемая забота, она как бы ей нравится. И она со временем поймет, какой вы ценный человек. Но в это же время, скорее всего, в большинство из вас влюблена какая-нибудь там Таня. И Таня пишет вам точно такие же смс-ки. И что происходит, вы на них вообще никак не реагируете. Если какая-то девушка, которая вам не нравится, начинает вам написывать, вас, скорее всего, это раздражает. Даже вот с Танечкой, наверное, не у всех пример есть. Но у многих, я думаю, сейчас появилась ассоциация с гиперзаботой своих родителей. Когда они по несколько раз в день звонят, спрашивают, ты поел? Ты хорошо поспал? Как дела на работе? Ну, то есть проявляют излишнюю заботу, вам там уже за 30. А вас постоянно расспрашивают и контролируют, как будто вы в детском саду. Вот так же и у нее. Скорее всего, ваша гиперактивность, ваша гиперзабота вызывает только раздражение. Не надо так делать. Плюс, еще такой момент, почему-то кажется, что чем больше ты вложишь усилий, чем больше ты для нее сделаешь, тем надежнее у вас потом будут отношения, тем надежнее она потом с большей долей вероятности согласится с вами встречаться. Нет, полная фигня, полная противоположность. На самом деле, я не говорю, что если ты для человека хочешь что-то сделать, то этого делать не нужно. Нужно делать, если ты действительно сам этого хочешь. Не чтобы получить что-то взамен. То есть, вот я схожу с ней в ресторан, я там не знаю, о ней позабочусь, то она мне взамен то-то, то-то и это. И потом обвинять ее в том, что я вот с ней там сходил туда-то, я ей сделал то-то, то-то, я ей подарил то-то, а она мне не отвечает взаимностью. Так это никогда так и не работало. В общем, делай что-то, если действительно хочешь это сделать. И самое главное, никогда ничего не жди взамен. Нормальные отношения, это когда два человека равноценно вкладываются в их создание развития. Если ты вкладываешься только один, если ты делаешь что-то только один, то, скорее всего, тебе будет жалко потом эти отношения разрывать, а ей не будет жалко, потому что она в них вообще ничего не вложила. То есть, логично предположить, что для того, чтобы что-то получилось, нужно, чтобы и она в них вкладывалась. Но, на самом деле, это все лирическое отступление. Лучшее, что можно сделать человеком, который не отвечает взаимностью, это, наконец, оставить его в покое и найти себе человека, который взаимностью ответит. Вот кажется почему-то, что таких людей, вот как она больше не существует, кажется, что вот только она создана для меня, но это все фигня, это все иллюзия. Мозг у нас так устроен, что приписывает человеку качества, которых, на самом деле, у человека нет. Да даже если они у него есть, то, скорее всего, такие же качества есть и у других людей. Ну, а чтобы себя постоянно не накручивать, чтобы постоянно что-то не выдумывать, нужно просто свестись все контакты с человеком к минимуму. У меня, на самом деле, была такая ситуация, что я был влюблен когда-то в девушку, которая работала со мной на одной работе. Вот это было действительно мучение, каждый день ты приходишь, каждый день ты ее видишь, так себе ситуация. К счастью, мне не нужно было общаться с ней каждый день по работе, но мы находились в одном помещении. Я, кстати, не поэтому с работы уволился, но тем не менее. И вот это вот сведение контактов к минимуму нужно только для одной цели, чтобы успокоиться, привести себя в порядок, осознать, что ты не такой уж и зависимый от этой ситуации, осознать, что ты не такой уж и зависимый от этого человека. Просто если ты видишь его каждый день, ты будешь продолжать совершать попытки снова и снова как-то вот заполучить этого человека. Но вот эта вот тактика, я для нее это сделал, я для нее то сделал, и поэтому она мне должна то-то, 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 а она не отвечает взаимностью, она эгоистка, нет, на самом деле, во-первых, это так не работает, во-вторых, ты сам такой же эгоист, как и она, то есть на самом деле ты делаешь все, чтобы тебе было хорошо, ты представил себе картинку, что вот так, вот так, вот так, у нас будет с ней все хорошо, вернее, тебе будет с ней хорошо, но по факту ты не интересуешься, будет ли ей хорошо с тобой, а она почему-то представила другую картинку, что ей не будет хорошо с тобой, возможно, ей будет хорошо с кем-то другим. Ну так уважай выбор другого человека, а вот эти вот все я лучше знаю, что для нее лучше, это полная фигня. Все мы немного эгоисты, все мы стараемся только для себя. Ну и плюс, когда ты долго не будешь видеть этого человека, когда ты успокоишься, ты наконец действительно осознаешь, а так ли важно для тебя сохранять эти отношения, а так ли важно получить тебе этого человека, а действительно ли это тот человек, который тебе нужен, а может быть что-то еще можно попробовать, а не напридумывал ли ты себе в голове всякой чепухи. В общем, идеально свести все контакты к минимуму, и в это время, когда вот эти все контакты к минимуму сведены, заняться чем-то другим, более интересным. То, что реально отвлечет, то, что не позволит заново накручивать какие-то мысли негативные. И не нужно сейчас начинать заниматься какой-то чепухой, искать в интернете какие-то тайные методики НЛП. НЛП, если вы не знали, это уже наука, которая вообще не работает. Ну то есть бесполезно применять какие-то тактики, какие-то стратегии вот эти из интернета, только время зря потеряете. Ну и как бы, если вы привязались к человеку, то скорее всего вы не можете адекватно оценивать окружающую сложившуюся у вас обстановку. Мы, скажем так, окружающую действительность не можем оценивать даже находясь в добром уме и светлой памяти, а тут еще такая ситуация. Просто уже смирись с тем фактом, что тот, который ты есть сейчас, ты ей нафиг не нужен такой. И если уж тебе очень надо, очень уж приспичило, то ну пропади на год, пропади на два, изменись, стань другим человеком. Заодно решишь, как я уже говорил, нужно оно тебе или нет. И как бы и ситуация кардинально будет другая. Собственно, это, наверное, единственный выход. Вот. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok